Это скорее всего один из узлов крепления крыльев, либо хвостового оперения. Летал на самолетах Л-39, Ту-134 УБЛ, Як-18 и вертолете Ми-8. А вот на легендарном У-2 летчику-штурману Сергею Саранцеву полетать не довелось. Но именно благодаря его опыту, возможно, удастся восстановить историю небесного тихохода, сбитого над деревнями Липки и Ларюшина в декабре 1941 года. Мы пехотинцы. Нам ближе, как говорится, гильзы, снаряды, винтовки, ножи. Летчикам детали от самолетов. Так что, наверное, и заслуга его большая в этом деле. Можно было пройти мимо этого кусочка алюминия, однако он не прошел. Поиск с почти 20-летней историей. В его основе рассказы местных жителей и фрагмент из дневника немецкого офицера. Начало декабря 1941 года. Три советских биплана бомбили фашистскую батарею в деревне Липки. Возвращаясь после бомбометания, они снизились над деревней Полицы и начали сбрасывать листовки. Находившийся в охранении немецкий часовой, скинув карабин, тремя выстрелами смог поразить одну из наших машин. Раненый летчик уклонился влево. Второй пилот выпрыгнул с парашютом. Упал на нейтральной территории. Разбился. Высота была небольшой. 3 декабря в деревне Палицы местные жительницы похоронили летчика. Известно только имя – Аркадий. Был ли он в том самолете? Ответ на этот вопрос теперь предстоит найти архивной группе. Тем более, ключ к разгадке удалось добыть поисковикам. Вместе с крупными деталями самолета они обнаружили шильдик с приборной панели У-2 и его заводской номер. В вооруженных силах он использовался прежде всего тоже как учебный в начале. С началом Великой Отечественной войны стало понятно, что из него получится неплохой разведчик, а также ночной легкий бомбардировщик. За время войны было сформировано, представьте цифру, более 80 полков на этих самолетах. В работах приняли участие поисковые отряды «Вымпел», «Китиш» и «Азимут». Присоединились и добровольцы. Фрагменты самолета залегали на небольшой глубине 10-15 сантиметров. Пригодились не только металлоискатели. Если это мелкая цель, мы применяем пинг-поинтер. Пожалуйста, Валерия, покажи нам, да, пожалуйста, как этим пользоваться. Ну, практически сразу дает сигнал, что цель здесь. И вот мы нашли, собственно, эту самую мелкую металлическую деталь. Да. Поисковики говорят, работы еще не завершены. Точку в этой истории можно будет поставить только тогда, когда будут установлены имена членов экипажа, разбившегося у два. Местные жители предлагают установить на этом месте знак воинской славы. Впрочем, по воспоминаниям ветеранов, в этом лесу потерпел крушение не один самолет. Находили алюминиевые фрагменты, которые, возможно, принадлежат бомбардировщику Пе-2. А значит, поисковикам рано покидать этот лес. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.